Природа и человек В любом лирическом произведении поэт выражает свое душевное состояние, свои мысли о мире и человеке. Главное в лирике – это чувства, переживания поэта. Тема природы в поэзии неразрывно связана с темой любви к родине, к местам, где человек родился, познавал мир, научился видеть прекрасное в самых простых вещах – в первом подснежнике, в пении соловья, в шелесте травы. Природа для Александра Сергеевича Пушкина всегда была неиссякаемым источником вдохновения. Он один из первых русских поэтов, который открыл читателю чудесный мир природы, научил любоваться ею. Ребята, обратимся к тексту произведения. Определите тему стихотворения «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездою с севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно сквозь тучи мрачные желтела, и ты, печальная, сидела. А нынче, погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь и не зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велеть ли в санке кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня, и навестим поля пустые, леса недавно столь густые, и берег милый для меня. Наверное, вы все обратили внимание на то, что в стихотворении Пушкин описывает красоту зимнего утра, передает восхищение зимним пейзажем. Назовите главную мысль этого стихотворения. Главная мысль этого стихотворения достаточно проста. Ребята, а найдите в первой строфе произведения эпитеты и метафоры. Вы все, наверное, выписали эти эпитеты. Найдите во второй стихотворении произведения олицетворение и сравнение. Олицетворение. Вьюга злилась, мгла носилась. Сравнение. Луна, как бледное пятно. А какие согласные звуки помогают передать треск дров в печи? Вспомните, как называется такой прием в звукописи. Согласные звуки Т, Р, С, Щ, такой прием называется литерация. Он помогает нам услышать то, что происходит в доме. Какие эпитеты, образы, слова повторяются в стихотворении и с какой целью? Однокоренные слова, блестя, блеском, передают ощущение праздничности, нарядности природы. А эпитет «милый» встречается дважды. Друг милый и берег милый для меня. Это создает настроение радостного и немного печального умиления. Ребята, а куда стремится лирический герой из уюта комнаты? И почему? Герой мечтает о стремительном беге коня, который даст ощущение свободы, простора. В этом проявляется единство красоты человека, природы и жизни. Средства художественной выразительности создают внешнее впечатление, эмоциональное. А какое стихотворение изнутри? Мы с вами разберем сегодня, когда узнаем, что такое ритм, стопа и размер стиха. Стихотворный ритм – это чёткое чередование ударных и безударных звуков. Стопа – это группа из одного ударного и одного или двух безударных слогов. В зависимости от количества слогов стопа может быть двусложной или трёхсложной. Порядок расположения ударных и безударных слогов называется размером стиха. Двусложный размер стиха, в котором ударение падает на второй слог, называется ямбом. У Пушкина мороз и солнце, день чудесный. Смотрите, ребята, ударение падает на второй слог. Таким образом, стихотворение «Зимнее утро» написано ямбом. Как и многие более знаменитые произведения Александра Сергеевича Пушкина, это стихотворение было написано в период болгинской осени. Осень была любимым временем года поэта, когда творческое вдохновение позволяло ему трудиться над будущими шедеврами. В строках произведения сразу чувствуется особенная любовь, нежность поэта к этому времени года. Каждая из них преисполнена тёплого чувства, восхищения, восторга печальным, но светлым состоянием всего живого вокруг в осеннюю пору. Ребята, обратитесь к тексту стихотворения, открыв свои учебники. Назовите тему и идею этого стихотворения. Наверное, вы все обратили внимание, что автор умело переплетает несколько тем. Наиболее выразительно звучат такие красота осенней и зимней природы, недостатки лета и весны, зимнее вдохновение для поэтического творчества и раздумий над смыслом жизни. В контексте темы развивается идея о том, что осень и зима – совсем не время для тоски и уныния. Если суметь увидеть их красоту, они станут вдохновителями к созданию прекрасного. Стихотворение называется «Осень». Как вы считаете, почему поэт описывает в стихотворении разные времена года? Конечно, Александр Сергеевич Пушкин очень хотел передать особую атмосферу радости по поводу наступления его любимого времени года. Осень Пушкина поражает читателей своей красотой и поэтичностью. Поэт не может объяснить, с чем связано восхищение этим временем года. Весна ему не нравится, потому что начинается отепель, ему докучает грязь. Летом было бы весело, но мешают комары и мухи, пыль и невыносимая жара. Еще Пушкину нравится зима с ее белоснежным покрывалом, лютым морозом, интересными праздниками. Но отношение к осени у поэта особенное. Еще природа не сбросила своего наряда, но уже готовится к продолжительному сну. Таким образом, он сравнивает свое любимое время года с другими. Определите тип рифмовки стихотворения. Получается, ребята, что у нас три пары рифмы. Они связаны перекрестной рифмовкой. А итоговое двустишье связано парной рифмовкой. Строфы имеют форму октав и традиционную для этого вида строфики рифмовку. А, Б, А, Б, А, Б, В, В. Октава произошла от латинского окта. Это стихотворение или строфа, состоящая из восьми строк с единой схемой рифмовки. Пейзажная лирика занимает важное место в творчестве Пушкина. Она богата и разнообразна. У Пушкина природа такая простая, на вид засверкала всеми яркими красками. Он учит нас любить и очарование золотой осени, и великолепие зимних снежных покровов. А любовь к природе порождает в нас любовь к родному краю. Итак, ребята, подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке вы познакомились с пейзажной лирикой Пушкина, познакомились с выразительными средствами стихотворений, проанализировали их, узнали об элементах стихосложения. Я желаю вам успехов и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok